Программа переселения из аварийного жилья в России напоминает школу. Есть отличники, которые вовремя выполняют все задания, например, Московская область или Ханты-Мансийский автономный округ. Но всегда будут и двоечники, те, кто не могут ввести дома в срок. Резонный вопрос, а к кому относится Якутия? Мы постараемся на него ответить. В эфире «Квадратный метр», программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Устранить недочеты и усилить контроль. Руководство фонда содействия реформированию ЖКХ посетило с рабочим визитом Якутск и Жатай. Федеральные чиновники провели ключевые совещания и побывали на нескольких объектах. Что будет после 2017-го, когда завершится программа переселения из аварийного жилья? Об этом и не только поговорим с гостем «Квадратного метра», заместителем министра строительства Якутии Галиной Новиковой. Работа на местах продолжается. Министр строительства республики Вера Кузакова проверила стройплощадки Намского района. Кто срывает сроки, расскажем в нашем материале. Первым делом руководитель фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цитцин обсудил с главой Якутии Егором Борисовым текущую ситуацию по переселению из аварийного жилья. Борисов рассказал, что общими усилиями за последние 8 лет из ветхого жилфонда удалось расселить более 20 тысяч человек. Объясняя некоторые отставания по программе, глава региона подчеркнул, что накладывают отпечаток особенности республики, которые не учитывают при распределении федеральных субсидий. Затем на общем совещании Константин Цитцин заметил, что ряд муниципалитетов до сих пор не выполнил этап еще 2014 года и, возможно, стоит передать части соответствующих полномочий правительству республики. Он также предложил создать совместную рабочую группу, чтобы Якутия смогла успеть к следующему году ввести необходимые 500 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения. Как минимум раз в месяц мы будем сюда приезжать и, соответственно, соответствующие мероприятия и заседания вплоть по каждому объекту, а сейчас с помощью электронной системы мы можем ввести это в режиме постоянном, смотреть, как меняется ситуация. В тот же день состоялось вручение ключей от новых квартир в 203-м микрорайоне Якутска. Недвижимость выкуплена в рамках программы переселения. До этого новоселы жили в старых, покосившихся деревяшках. Всего 10 семей получили квартиры с современной отделкой и планировкой. Отметим, что жилье выдается квадрат в квадрат. Очень ждали долго, уже и надежки практически не было. Ну вот в один день прям нас осуществили всю нашу семью, мы еще пребываем в состоянии шока. Не можем до конца узнать, что это наша квартира. Затем делегации фонда содействия, реформированию ЖКХ и правительства Япутия отправились в Жатай. Там Константин Цицын и Егор Борисов посетили детский сад «Василек», который распахнул двери в октябре 2015-го. Сад рассчитан на 100 человек и уже все 100 человек посещают наш детский сад. Всего 4 группы, от полутора лет до семи. Компактный детский сад, но большие площади, все для детей. Но интересен «Василек» далеко не этим. Он является первым в республике энергоэффективным детским садом. Здесь установлены энергоэффективные окна, есть собственная газовая котельная и система подогрева воды, чтобы не пользоваться горячим водоснабжением. И, конечно же, на крыше «Василька» можно увидеть всем известные экономичные солнечные панели. Весь этот энергосберегающий пакет позволил за 6 месяцев 2016-го сэкономить 85 гигакалорий, что в пересчете на рубли составляет почти 300 тысяч. В связи с этим у главы Якутии Егора Борисова возник закономерный вопрос. А деньги куда деваются? Егора Борисова, у них деньги все у них, но используются они на следующей энергоэффективной технологии, на замену оборудования более энергоэффективного. В Жатае есть целый микрорайон с энергоэффективными домами. В них также установлены газовые котельные, резервное центральное отопление и солнечные коллекторы. Жильцам одного из таких умных домов на Комсомольске-11 вручили почетную табличку «Дом образцового содержания». Высокая оценка – это заслуга самих жатайцев. Дом не обслуживает ни одна управляющая компания. Всем занимается ТСЖ, созданная владельцами квартир. У нас нет техничек, всю работу, которую по обеспечению чистоты, выполняют сами жители. Сэкономленные средства, то, что мы собираем, мы тратим на покупку шлагбаума, систему видеонаблюдения, забор. Жатай можно назвать одним из отличников по переселению из аварийного жилфонда. В этом году там завершат строительство 10-го энергоэффективного дома. Таким образом, Жатай досрочно закончит все этапы жилищной программы. Возможно, муниципалитетам-двоечникам стоит обратить внимание на хороший пример. Галина Геннадьевна, перед тем, как начать нашу беседу, я предлагаю ознакомиться с графикой. У нас есть карта республики. Совсем недавно руководитель фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицын среди отстающих по программе переселения из ветхого и аварийного жилья назвал Усть-Маю, Олег-Минск и Якутск. Почему такая ситуация сложилась и действительно, насколько сильно они отстают? На самом деле, в республике у нас есть гораздо большее отставание по другим муниципальным образованиям. Если посмотреть на начало реализации этой программы, то одна из проблем – это то, что те жилые дома, которые строились, и площадь квартир, которые реализовывался, если, к примеру, взять однокомнатную квартиру, то площадь ее была более 40 квадратных метров. А жилые дома и площади, которые у нас именно в жилых домах, которые признаны аварийными, она варьируется у нас где-то там чуть ли не от 9 квадратных метров до 30. Соответственно, на то, чтобы привести проекты в соответствии, потребовалось определенное время или разработка этих новых проектов. В Якутии один из самых высоких показателей по уровню аварийного жилья, но при этом интересная информация, согласно сайту реформа.жкх.ру. По построенным домам мы тоже в пятерке. Вопрос – а почему у нас один показатель, другой не может перекрыть? – Дело в том, что вообще сама программа переселения, она не решает социальные задачи. То есть у нас идет реализация, это то жилье, которое ты занимаешь, то есть реализация идет предоставление точно такого же аналогичного жилья по площади. Единственное, там есть небольшой процент, который может быть больше. Тем более он каждый год у нас снижается. На сегодняшний день не более 15% может быть предоставлена больше площадь. И те граждане, которые у нас переселяются из ветхого аварийного жилья, которое отвечает всем санитарным условиям, у них потребность в новом жилье все равно сохраняется. Это в продолжении темы. Как раз и глава Якутии Егор Борисов и руководитель фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цитцин говорят, чтобы ускорить темпы строительства, чтобы не отставать по срокам. И процитирую, не кормить проектные организации. Нужно утвердить типовые проекты домов. Сейчас ведется эта работа на и на уровне Российской Федерации по созданию реестра типовых проектов, которые могут быть повторно применяться. В любом случае здесь будет ускорение, потому что ни для кого не является секретом то, что у нас строительный период очень короткий. И территория республики достаточно сложная и в транспортном отношении. То, что есть действительно у нас районы, куда ограниченный период времени, когда можно туда доставить строительные материалы. Поэтому, конечно, мы сейчас проводим работу для того, чтобы из тех проектов, которые у нас уже были реализованы, выбрать наиболее эффективные, по которым, скажем так, не было больших нареканий. Ну и последний вопрос. Такой немножко на перспективу. Есть ли программу по переселению из ветхого и аварийного жилфонда? Все мы знаем, что нужно сдать дома к сентябрю 2017-го. А вот не продолжат программу эту. Вот и все. А что будет делать правительство республики? Какие механизмы мы будем использовать? Потому что программа, допустим, закончится, а ветхое и аварийное жилье, его количество будет расти, расти, увеличиваться. А с этой проблемой же надо как-то бороться. Что будем делать? Если брать программу этого, вот эту программу, которая у нас на сегодняшний день реализуется, то общая потребность финансирования составляет 30 миллиардов. Из них 60%, более 60% – это тот объем, который обеспечивает республика. То есть уже на сегодняшний день республика обеспечивает очень большой объем финансирования. Конечно, будут сложности, но даже по информации, которая у нас есть, что механизмы будут меняться. И у нас была создана рабочая группа по обмену опытом. То есть сейчас рассматривается, какими возможными другими вариантами или механизмами будет эта программа реализовываться. Объект должен быть давным-давно сдан. У вас нет конкретно четкого плана действий к своим. Так не пойдет. С инспекции строительные площадки Намского района посетила руководитель Минстроя Якутии Вера Кузакова. Особое внимание она застрела на двух корпусах будущего жилого дома на Аюнского, 5, в Намцах. Застройщик ООО «Авангард» должен был сдать объект еще в декабре 2015-го. Однако сейчас готовность составляет около 70%. Медлительность строителей, низкая культура производства и общий беспорядок. На всем этом акцентировала внимание министр. Лошадей уберите не по той причине, что это неприятно. Они, во-первых, мочевиной засоляют грунт. Это все потом сказывается на грунтовые условия. По словам представителей местной администрации, «Авангард» отстает от строительного графика по нескольким причинам. Директор говорит, что очень много объектов, как я знаю, и неправильное расходование уже заполученных средств. Дом возводится по программе переселения из аварийного жилья. Застройщик обещает завершить проблемную стройку к сентябрю нынешнего года. Но в Минстрой есть серьезные сомнения на этот счет. В лучшем случае октябрь-ноябрь месяц. Потому что, еще раз говорю, объемы работы очень большие, которые сегодня необходимо выполнить. И выполнить их более качественно. Потому что на сегодняшний день вопрос стоит о качестве строительства. И этот объект будет взят под контроль. Противоположная ситуация на Чернышевского, 41, где строят 38-квартирный дом. Застройщик муниципальный «Намстрой». Работы ведутся согласно плану. Весь объем стройматериалов, в том числе на отдел к помещению, уже закуплен и завезен. Сдадут объект к концу 2016 года. Для завершения программы переселения из аварийного жилья в Намском районе необходимо сдать 4 строящихся дома и построить еще один многоквартирный дом. Подобные проверки муниципальных образований Минстроем Якутии продолжатся. Отметим, что за нарушение строительного графика положен крупный штраф. В исключительном случае дело может дойти и до наказания конкретных лиц. У Якутии муниципалитетов-отличников по переселению из аварийного жилфонда больше, чем отстающих. Восемь против шести. И как сказал руководитель фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицын, ситуация с отставанием Якутии по программе рабочая. Есть уверенность, что к сентябрю 2017 года все заявленные показатели, а это 30 тысяч человек, будут переселены. Конец цитаты. И двоечникам придется постараться, ведь никого не оставят на второй год. Все будет намного хуже. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.